Итак, дорогие друзья, в этом уроке я вам буду рассказывать о слоях и анимации. Начну я со слоев. В программе Flash можно создавать множество слоев. На каждый слой помещать ту или иную фигуру, чтобы она с другими не смешивалась. Можно создавать множество слоев, маски, направляющие движения. Маски создаются таким вот путем. Создается новый слой, затем нажимается два раза на листик и выбирается указатель, вот он наш, либо маска, таким вот образом. Можно создать слой, поместить его под маску и он становится замаскированным слоем. Также можно выбрать папку, таким же образом можно ее создать. В общем, слоев просто множество. Чтобы удалить слой, необходимо его просто перетащить в корзину, вот таким вот образом. Теперь поговорим об анимации. Но что представляет собой вот эта шкала? Она собой представляет как бы пленку, на которой несколько кадров. То есть, так и получается, что если мы, например, решим создать объект, например, круг, то, естественно, его придется анимировать по кадрам. Клавишей F6 мы нажимаем, появляется новый кадр. И таким образом мы немножко перемещаем и добавляем кадры. Когда мы сделали наше необходимое движение, его можно просмотреть. Поставить курсор на первый кадр, нажать Enter. И вот наша анимация проигрывается. Но есть иной способ. Чтобы удалить кадры, необходимо выделить их, нажать правой кнопкой и выбрать удалить кадры. Так вот, насчет следующей возможности. Можно воспользоваться созданием анимации с помощью автоматического заполнения кадра. Для этого необходимо выбрать последний кадр. Естественно, предварительно создав фигуру на первом кадре. Нажав F6, таким вот образом. Теперь мы нажимаем на предпоследнем кадре нашей анимации правой кнопкой. И выбираем создать промежуточное отображение. Нажимаем, вот здесь у нас появляется такая стрелочка. Теперь в последнем кадре мы не должны переместить нашу фигуру туда, где мы хотим, чтобы наша анимация заканчивалась. Например, вот вправо. Теперь мы нажимаем на наш первый кадр, нажимаем Enter. И как видите, программа сама заполнила наши кадры. Также можно создать анимацию по траектории. Необходимо нажать на вот такой вот слой. Теперь берем, создаем нашу траекторию. И создаем нашу траекторию от, например, прямой. Вот таким вот образом. Простым. Незамысловатым. Как я уже и говорил, необходимо сначала выбрать первый, а потом последний. Как кадры. Теперь мы нажимаем на наш первый кадр. Внимательно обратите внимание на то, что центр должен быть как раз вот в начале линии. И конец как раз в конце линии. Нажимая на первый кадр, нажимая Enter. И видите, наш кружок свободно двигается по траектории. Если мы сделаем команду проверить ролик, как видите, наш круг вращается, можно сказать, зациклен. Но наши траектории не видно. Субтитры создавал DimaTorzok